Привет, друзья! Сегодня я хочу показать вам, что можно купить в магазине Полынь и как сделать заказ. Покажу на примере свои визитки, точнее не визитки, а благодарю за заказ. В общем, меня зовут Кристина, я основательница магазина Полынь и я также все делаю, все печатаю и все вам отправляю. То есть я здесь работаю одна, никаких помощников у меня нет. Мой магазин находится ВКонтакте, вы можете туда пройти по ссылке в описании и посмотреть, что там мне интересно. И как раз сегодня я вам расскажу, что же вы можете там приобрести. Показывать буду я на примере своего планера. У меня формат Personal, это кожаная обложка фирмы SmartFi. Здесь, конечно, большая часть будет подходить для тех, у кого есть кольцевые планеры с вот такими кольцами разъемными, в которые можно вставлять и убирать странички. Но также подойдет для обладательниц или обладателей шивных блокнотов, куда тоже можно поклеить наклейки и так далее. Вот, что можно купить в моем магазине. Давайте начнем с первого и основного. Это, конечно же, наклейки. У меня есть разные наклейки. Вот это мои, которые у меня сейчас с собой в планере. Покажу я, чем они друг от друга, отличаются. Есть два вида пленки, есть два вида материала, на котором я печатаю. Это пленка и бумага. Пленка у нас прозрачная, но не до конца. То есть у нее есть такой небольшой серый подтон. Я сейчас вам покажу, надеюсь, будет видно. Вот там, где с иконкой сейчас видно, она с небольшим белым подтоном, то есть она не совсем полностью прозрачная. Поэтому ее хорошо клеить именно на страничке. Допустим, давайте я с вами вот так открою. Здесь у меня приклеены мои иконки. То есть для страничку, когда вы клеите на белую бумагу, они прекрасно там смотрятся. Такие минималистичные картинки я делаю. Есть сеты с отдельной иконкой, а есть сеты и миксы, на которых у нас есть в столбик несколько иконок. Их можно как раз найти в товарах. Вот также на этой прозрачной пленке можно напечатать месяца или дни недели. Также их можно найти у меня в товарах. Потом следующее. Бумага. Бумага у нас непрозрачная, она белая. Соответственно, ваши иконки будет видно, допустим, если вы их приклеите на что-то пластиковое. Есть такие старые иконки, то есть вот она белая и непрозрачная по сравнению с наклейками на пленке. И по толщине она, конечно, тоже отличается. Она прямо так торчит над страничкой, допустим, либо куда вы ее приклеите, а которая на пленке, она более тонкая. То есть бумага у нас потолще идет. Это имейте ввиду, когда будете заказывать иконки на пленке. На бумаге. Вот также есть у меня один из товаров. Это табы. Табы я делаю на другой пленке и она полностью прозрачная. Ее не будет видно на прозрачных разделителях. То есть по сравнению с вот этой пленкой она полностью прозрачная. У нее нет вот этого белого подтона. Но так как она, как материал, более дорогая, поэтому я ее использую только для разделителей, чтобы не тратить эту пленку на просто иконки для страничек, которые потом в дальнейшем, скорее всего, пойдут в утиль. Вот. По наклейкам я все рассказала. То есть у меня есть два вида. Это пленка и бумага. И также прозрачная пленка для табов. Следующее, что вы можете найти в товарах, это такие интересные на прозрачной пленке календарики. Как раз я вам сейчас покажу. У меня есть вот. Он на прозрачной пленочке. И у него черная печать в календарике на 2024 год. В ближайшее время я планирую еще такие сделать на бумаге. Есть они на русском и английском. Следующее, это давайте поговорим с вами про разделители. Разделители. Это пластиковые странички с табами. На табах вы можете написать название своих разделов и чтобы вы знали, где у вас что находится. Очень удобно за этот таб брать и находить то место, где у вас тот или иной раздел находится. Из каких материалов я делаю разделители. У меня есть матовый пластик. Вот так вот он выглядит. Он такой немного как бы не прозрачный, но в принципе он не сказать, что уж совсем белый, но он матовый. Он не блестит, он шершавый. Такой очень интересный материал. И есть прозрачные, глянцевые. Так он выглядит, когда уже без защитной пленки. При заказе они приходит прозрачный пластик, приходит с двух сторон защитной пленки. Вы ее убираете и у вас остается вот такой полностью прозрачный глянцевый разделитель. Разделители у нас это прямоугольник размером, как ваша страничка, только с табом. То есть можно сделать сверху, сбоку или снизу. Есть тоже три варианта у меня пока что табов. Вот такой классический я его так называю. Так, я думаю, будет видно. То есть у нас такой скошенный прямоугольник. Потом вот такие прямоугольные. Так это не выглядит. То есть у них нет скошенных краев. И еще есть также полукруглые. По разделителям еще есть вот такой вариант. То есть мы печатаем вашу картинку и здесь можно сделать тоже название табов. Табы также можно сделать сверху, снизу, сбоку и так далее. И в зависимости от того количества, сколько вы их выбрали, допустим, 6, 8 или 12 на весь год, я их здесь по размеру распределяю по всему, по всей высоте вашей странички. Такой вариант тоже есть. Здесь у меня печать плюс глянцевая ламинация. Теперь расскажу про дашборды. Что такое дашборды? Это получается картинка в размер вашей странички с, допустим, с ламинацией или без ламинации. На каких материалах я могу сделать печать? На кальке. Это у нас будет только черно-белая печать, потому что я печатаю на лазерном принтере, а он у меня пока что только черно-белый. На кальке можно напечатать. Потом пленка прозрачная. С одной стороны она глянцевая, а там где сама печать, она немного шершавая. Потом печать картинки, вот кстати про пленку, вот такая еще есть пленка. Ну то есть это одна и та же пленка, просто разная картинка. Вот так положу, чтобы было видно. Получаются очень сочные и красивые картинки. Но это, конечно же, тоже зависит от того изображения, которое вы мне пришлете. Дашборды я печатаю с вашим изображением. У меня в базе какие-то есть, но их там не так много, так что присылайте мне свои, и я вам обязательно распечатаю. Варианты с ламинацией. Есть глянцевая ламинация, так выглядит, и есть матовая. Она тоже такая приятная на ощупь. Это гладенькая, а это шершавенькая, матовая. Тут уже выбирайте, какая вам больше по душе, ну или на какой-то период времени подойдет, возможно потом переделать. Также могу напечатать просто на бумаге без ламинации. Здесь у меня матовая бумага, а также есть еще глянцевая. И с недавних пор у меня появилась такая функция, как двусторонняя печать. То есть мы делаем картинку с одной стороны и с другой. Потом с одной стороны пробиваем отверстие, и у нас получается двусторонняя картинка. Вот как у меня здесь вначале блокнот стоит. Вот такая замечательный дашборд. Также есть новые сеты. Это сет размер странички. Вот такие большие у нас листы с наклейками, в которые я потом сделаю отверстие, и вы их сможете в свой блокнотик вставить. Здесь у меня есть Pocket, для примера Pocket, A6 и Personal Plus. Сейчас вам покажу, какие у меня есть. Вы также можете добавить, ну в общем, здесь у меня представлено как для образца много разных иконок, ну чтобы понять, как на пробу можно взять такой микс. Очень интересно. Когда вам уже понравился вот такой формат, очень, на самом деле, как по мне, удобный оказался. Поэтому я себе сделала несколько листов по темам. То есть, допустим, я выбрала иконку, и у меня вот каждого вида иконки по несколько строчек. Или, допустим, здесь, но здесь у меня такой уже экспериментальный лист, поэтому он выглядит не совсем так, как обычно. Вот здесь у меня как раз были каждые иконки по одной строчке. Вот. Вы можете мне написать, какие вам нужны иконки, и я вам их организую вот в такой лист, который вы поставите себе в блокнот, и он не будет занимать у вас никакого практически пространства. Также вы можете найти в товарах в моем магазине разные цветные наклейки. Выглядят они вот так. То есть, у меня есть двойной круг, то есть, здесь идет бублик и такая точечка внутри. Их тоже можно по отдельности использовать. Цвета. По цветам у меня есть большая палитра. Так она выглядит тоже. Можно в ленте ВКонтакте у меня найти. Вы можете подобрать себе цвет вот из этой палитры. Если его здесь не подобрали, то можете мне скинуть выкраску, какую-то картинку, я оттуда возьму цвет, который вам нужен. Вот. Я подобрала для себя несколько вариантов, в общем, по цветам, по формам. Ну, подобрала себе варианты под свой планер и использую их в своем планировании. Вы можете выбрать размер разный. У меня, в общем, по размерам идет 6. Можно 4 сделать, но 4 я делаю только кружочки, потому что остальное может плоттер не вырезать, поэтому кружочки могу сделать маленькие, а по остальным формам, скорее всего, нет. Вот. Есть, допустим, на примере кружочков расскажу. Есть 4 миллиметра, 6, 8 и большие 13. Также есть по формам. Есть круг. Вот такая капелька. Здесь я уже сама наклеила сверху иконки, потому что мне так удобно оказалось. Потом есть квадрат. Также его можно сделать треугольником. Он будет разрезан посередине. У вас будет два треугольничка. Есть еще соты. У меня их в планере нету. Я ими не пользуюсь. И все. То есть у нас есть двойной круг, круг, капля, квадрат и соты. Еще можно, если нужно, сделаю полукруг, но пока никто не просил, поэтому я не делала. Вот такие покупочки вы можете сделать в моем магазине. Сейчас расскажу, как сделать заказ. Вы можете зайти ко мне на страницу ВКонтакте. Это страница именно магазина. Зайти в товары, выбрать то, что вам нужно, наклейки, дашборды, разделители. Написать мне в сообщение. Прям там в группе есть вариант сообщения. Вы туда отправляете мне, допустим, скриншоты тех иконок, которые вам нужны. Или можете просто текстом написать, какие иконки, сколько сетов. Ну, там, я думаю, понятно будет, можно зайти. То есть я делаю, у меня есть миксы. То есть вы можете выбрать микс, допустим, микс соцсети. И вам придет вот такой. Вам придет карточка, на которой будет шесть полосочек с разными иконками. А если вы выберете, допустим, сет покупки, именно там шестая иконка, то вам придет, допустим, карточки. Ну там или какая-то из иконок в сете, допустим, которые были. То есть вы можете не миксом заказать, а одной иконкой на весь лист. Вот на листочке у нас получается 60 иконок. Там в описании к товарам есть ошибка. Там написано 70, но на самом деле их входит только 60. Вот вы мне пишите, какие иконки вы хотите заказать, допустим, вот по наклейкам. Какого размера я могу сделать? Их 4 миллиметра. Вот эти стандартные идут 6 миллиметров. 4 миллиметра очень хорошо идут в Kinberg Wix, такой более мелкий формат. Ну, либо в покеты или в мини блокноты. Тоже очень хорошо. Стандартный идет 6 миллиметров. Также можно там заказать 8 или вот маленькие 4 миллиметра. Пишите, какие иконки вам нужны, из какого материала, то есть пленка или бумага и в каком количестве. По наклейкам все. Если вы не нашли у меня в товарах нужную иконку, можете мне прислать ее в формате PNG и я вам сделаю ваш персональный сет. Вот по наклейкам, я думаю, все понятно. Если большие вот такие листы и вы мне тоже присылаете, сколько вам нужно, ну, точнее, вот сколько их тут штук есть, вы мне там такое количество иконок скидываете, какие вам нужны. Я их по полосочке делаю в каждой иконке. По поводу заказа дашбордов. Вы мне присылаете картинки, пишите, какого размера у вас страничка и я ее на этот размер печатаю картинку. Двусторонняя или нет, на матовой бумаге, на глянцевой, с матовой ламинацией, с глянцевой, на кальке, на пленке. В общем, вы мне все пишите, что вы хотите и в каком виде делаем ли мы отверстия под кольца или вы сами их делаете. Я тоже всегда спрашиваю этот вопрос. Вот, по дашбордам тоже все понятно. По разделите, вы мне тоже пишите, какой размер у вас странички, с какой стороны мы делаем табы, вверх, бок или низ, и сколько табов нужно, там, допустим, 12 или 6 или 3, не знаю, тут уже кому как больше нравится. И тоже пишите, на каком материале вам хочется, на глянцевой или на матовой пленке. По поводу календариков, ну тут уже просто выбирайте то, что вам нужно и все. Вот, после того, как мы все выбрали, все с вами обсудили, сколько, чего, на каком материале и в каком количестве мы печатаем, потом я вам считаю, сколько это вышло по стоимости, вы оплачиваете и я печатаю, вырезаю. То есть я работаю, получается, с понедельника по четверг и в пятницу у меня день отправки. То есть мы с понедельника начинаем обсуждать заказ, допустим, я его вторник, среда, четверг делаю, вырезаю и в пятницу всем отправляю. В пятницу я уже ничего не успеваю печатать, потому что уезжаю с утра рано в город, так как я за городом живу. Вот, я думаю, что я все полностью объяснила, надеюсь, будет очень всем понятно. Если у вас нет контакта, вы можете также зайти в мою группу в Телеграме и там, в принципе, тоже полистать ленту и посмотреть, что же у меня есть. Надеюсь, тоже будет все понятно. И в Телеграме мне, конечно, удобнее обсуждать заказ, потому что там и функций больше и пользоваться Телеграм удобнее, чем контактом. Поэтому, если у вас есть возможность, то пишите мне лучше в Телеграме и там мне быстрее приходят уведомления, чем ВКонтакте. ВКонтакте мне приходится каждый раз заходить, каждый день и проверять, пришло ли мне сообщение в группе или нет. Поэтому лучше, конечно, пишите в Телеграме. Всем большое спасибо за просмотр, надеюсь, всем было понятно и жду вас к себе за новыми заказами.